Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о таблице коэффициентов UEFA, где мы, как известно, потеряли шестую строчку. Поэтому, начиная со следующего сезона, у нас будет только две команды в Лиге Чемпионов и еще три команды в ниже стоящих турнирах в Лиге Европы и в Лиге Конференции. Поэтому здесь, конечно же, в этом сезоне нам нужно было как-то исправлять ситуацию. Во всяком случае, у нас был на это неплохой шанс. По-прежнему шесть команд в Еврокубках, как и раньше. Очень неплохие составы у всех наших коллективов. Динамо, вот, пожалуйста, с шестой строчки попал в европейскую зону. На этот раз, в отличие от Арсенала и Уфы, у нас был очень серьезный шестой коллектив с хорошим составом, который мог, как следует, покуражиться в Лиге Европы. Поэтому у меня были оптимистические мысли. Но, как вы все знаете, Ростов вылетел, Динамо вылетело и теперь у нас осталось из шести команд четыре. И это, на самом деле, катастрофа, потому что сейчас все очки, добытые Краснодаром, Зенитом, Локомотивом и так далее, они будут делиться на шесть. То есть четыре команды набирают очки, а все это делится на шесть. И это очень серьезный минус для нашего чемпионата, для нашей таблицы коэффициентов. И вот, пожалуйста, португальцы, которые нас уже обогнали. Они успешно продолжают выступление. По-прежнему все пять команд португальских участвуют в Еврокубках. И даже главная фиаско португальская, вылет Бенфики из Лиги Чемпионов, знаете, в каком-то смысле он может сыграть им даже на руку. Ну, потому что, сами посудите, Бенфика в Лиге Чемпионов вряд ли наберет так уж много очков. А вот в Лиге Европы они могут стать одними из фаворитов турнира и добраться вплоть до финала, может быть, и выиграть. И тогда их вылет из Лиги Чемпионов станет еще и серьезным плюсом для всего чемпионата Португалии. Короче говоря, ситуация очень неприятная, но есть определенная минимальная надежда. Давайте разберемся, почему португальцы в будущем могут провалить этот сезон, и почему у нас может открыться своеобразное второе дыхание, и почему мы на самом деле можем спасти этот европейский сезон. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Итак, на данный момент португальцы, конечно, успешнее выступают, чем наши команды, они добиваются побед, и если не брать в расчет Бенфику, которая достаточно быстро слилась из Лиги Чемпионов, все остальные выступают более чем пристойно. Рио Ави, например. Очень скромненький коллектив, но он смог выбить Бешикташ, причем выбить в матче на выезде из Лиги Европы. Там, конечно, было на тоненького, и я до последнего надеялся, что турки соберутся и хотя бы все и пенальти выбьют этих португалов, но не сложилось. Здесь Рио Ави оказался успешнее, и таким образом они назло нам прошли дальше. Ну и Спортинг из Лиссабона, кстати. Они играли с Абердином, и здесь, опять же, все было очень на тоненького. Минимальная победа португальцев в том матче, где они, казалось бы, должны быть фаворитами. То есть худо-бедно, но португальцы здесь, в Лиге Европы, набирают очки. А касательно Бенфики, как я уже сказал, это может сыграть только в плюс португальскому футболу, потому что Орлы, им будет сложно в Лиге Чемпионов, а вот в Лиге Европы они будут летать, как и положено, Орлам. Они очень хороши на уровне европейского турнира номер два. Для Лиги Чемпионов Бенфика это середняк, для Лиги Европы это один из фаворитов. Поэтому здесь, в целом, пока все неплохо для португальцев, и при этом они набирают очки, в отличие от нас. И поэтому сейчас, в текущей таблице коэффициентов за этот сезон, конечно же, Португалия выше. Но, что очень важно, в ближайших матчах португальцы могут потерять сразу два коллектива. И шансы на это есть. Поэтому сейчас может сложиться достаточно перспективная ситуация для нас. У нас есть потери? Две команды, которые вылетели из Лиги Европы. Да, это действительно неприятно. Но и у португальцев Спортинг и Риуаве в ближайшее время могут остаться без Еврокубков. Касательно Риуаве здесь шансы просто шикарные для вылета. Они попали на Милан. И хотя Рессонери в последнем матче Лиги Европы начудили и смогли обыграть норвежцев только со счетом 3-2, но, как мне кажется, когда речь идет уже о попадании в групповую стадию, когда идет решающий матч, уже раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, здесь Милан наверняка соберется и постарается показать себя как следует. Поэтому я очень надеюсь на Рессонери. У них, конечно, есть свои проблемы. Коронавирус появился в команде и Брагимович заболел. Но будем надеяться, что здесь обойдется без сенсаций. Хотя, с другой стороны, вспомните, Риуаве, вот этот португальский, он ведь и с Бешикташем считался андердогом. Но хватит, давайте отбросим все эти плохие мысли. Милан должен победить, черт возьми, иначе это будет полное фиаско. Что касается Спортинга из Лиссабона, у них соперник не такой громкий и не такой грозный, как Милан. Но, с другой стороны, австрийский Ласк – это тот самый коллектив, который относительно недавно разгромил Спортинг в матче группового этапа Лиги Европы. В прошлом сезоне австрийцы и португальцы встречались друг с другом. И там Ласк сперва проиграл в Португалии 2-1, ну а потом взял реванш, более чем убедительный, 3-0 на своем поле. Так что здесь есть определенные надежды. Тем более, что мы видим, Спортинг в последнем матче Лиги Европы выглядел сомнительно. Обыграть Абердин из Шотландии со счетом 1-0, ну прям скажем, это не самое крутое выступление. Поэтому португальцы могут потерять команду, которая вообще-то может стать очень серьезным поставщиком очков в Лиге Европы. Согласитесь, Спортинг с их составом, с их возможностями, они, ну не то чтобы фавориты Лиги Европы, и даже не одни там, скажем, из четверки фаворитов, но шансы на четвертьфинал, на полуфинал, возможно, у них присутствуют. А это значит, будет много набранных очков. Поэтому здесь потенциальный вылет Спортинга, это очень-очень здорово. Ну и к тому же хотелось бы отметить, что в целом португальская заявка в этом сезоне имеет определенные перспективы. Команды здесь по-прежнему интересные, любопытные. Но, как мы видим, в португальском футболе есть, знаете, вот какой-то перестроечный период, который вот сейчас стартует во многих командах. В Бенфике много новичков, вернулся Жезуш, и поэтому, возможно, будут какие-то инсинуации и проблемы. В конце концов, не случайно же они вылетели из Лиги Чемпионов. Наверное, это связано с какими-то неприятностями данного коллектива. Спортинг выглядит пока что слабовато. Что касается порту, ну, опять же, команда, конечно, очень крутая, интересная. Это по-прежнему флагман португальского футбола. Но, если учесть, что сейчас у них тоже идет определенное обновление состава, возможно, возможно, это скажется на их результатах. Ну, а что касается наших команд, ну, опять же, мы столкнулись с серьезными проблемами на этом этапе Еврокубков. На стартовом этапе. Возможно, в том числе и этот провал даст нам какую-то пищу для размышлений. И, возможно, наши команды все-таки придут в себя, потому что фиаско пока что выходит полное. В общем, будем надеяться на лучшее. И будем надеяться на Милан, во-первых, который, конечно, должен выбивать Риуаве. И отчаянно будем болеть за австрийцев из Ласка. В свое время помнится, Суворов командовал русскими и австрийскими войсками. Так что, братцы-австрияки, братья по оружию вы наши, не подведите. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!